Девушки отдыхают Сергей Сичкар объяснил, по каким причинам он стал участником проекта. По словам мужчины, он не идет на проект кому-то конкретному, однако из всех выделяет Марго Овсяникову. Эффектная девушка с задорным характером покорила сердце Сичкара, однако он не говорит открытым текстом, что будет строить отношения именно с ней. Ведь на поляне, помимо блондинки, есть много симпатичных и интересных участниц. Напомню, что в сети появились слухи о том, что участники решили оставить на проекте только Сергея. Оксана Рязко не прошла испытательный срок и была отправлена за ворота. В ТНТ-клаб в голосовании «Верни участника» лидируют Сергей Кучеров и Ирина Пинчук. Роман Капаклы и Марина Африкантова в ближайшее время снова планируют отправиться в Питер. Рома поделился, «К сожалению, в прошлый раз, когда мы ездили знакомиться с моей мамой, было совершенно мало времени, буквально 2-3 дня. Думаю, недельки в этот раз будет вполне достаточно, провести время с моей семьей и вдобавок погулять. К тому же погода позволяет, поэтому искренне надеюсь на то, что ведущие нас отпустят в отпуск, ведь нам он просто необходим». Судя по небольшому фотоанонсу, который слила в сеть Африкантова-старшая, самый рейтинговый состав домовских мамочек уже на проекте, правда пока исключительно в качестве гостей. Уже в следующее воскресенье телезрителям предстоит услышать мнение мам про различным жизненным ситуациям. Более того, ходят слухи, что женщины попробуют себя в роли ведущих. Некоторое время назад участница телепроекта Ивана Дилова на время покинула периметр и улетела в родную Болгарию с целью решить возникшие проблемы с документами. Однако вынужденный отпуск девушки сильно затянулся. Это заметили даже антифанаты, которые ранее утверждали, что никогда не обращали внимания на присутствие или отсутствие Ивана на поляне. Поклонники болгарки тоже забили тревогу. В комментариях к ее публикациям они буквально засыпали ее вопросами на тему приезда в периметр. Однако Ивана на них не отвечает. Зато часто пишет о своем городе, друзьях и прелестях свободной жизни, что еще больше настораживает зрителей. Они уверены, что сейчас Ивана принимает для себя важное решение, возвращаться или нет, поскольку недавно у нее закончился значимый для всех участников период 100 дней и теперь ей необходимо заключить с руководством новый контракт. Карина Пронина заявила, что Алексей Кудрышов по-прежнему испытывает к ней чувства. «После моего ухода с проекта он начал встречаться с Настей от безысходности и продолжал писать и звонить мне, даже когда был конкурс «Свадьба на миллион»,» призналась секс-участница Дом-2. В переписке Леша говорил, что сильно скучает по мне, а перед приездом Насте сказал, «Карин, мне на время придется тебя заблокировать, чтобы Настя поверила, что она мне нужна. На следующий день мне позвонил его папа, сказал, что Леша просил позвонить и передать тысячу комплиментов. И еще раз напомнил, что это все временно, чтобы дотянуть историю с Настей». Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.